Гороскоп на август записан 6 июля. Учтите общую мировую ситуацию в августе. Точность прогноза до 80% если рыбы в ваш знак зодиака, до 100% если в этом знаке зодиака у вас асцендент. Самое начало месяца, 3 августа, дарит полнолуние. Полнолуние в доме уединения, отдыха и сна. Для типичных представителей знака зодиака рыбы этот период будет именно таким, достаточно спокойным, наполненным тайнами, загадками и всем сокрытым. Для кого-то из вас, кто имеет такую финансовую, территориальную и правовую возможность, открываются перспективы дальних земель. Иммиграции это самое крупное, самое масштабное, самое существенное, что может произойти у типичных представителей знака зодиака рыбы. Переезд далеко и надолго. Возможно не очень далеко и не очень надолго. Например, в отпуск вы отправитесь. Я вас поздравляю, если у вас есть такие возможности. Если у вас нет таких возможностей, то 1 декабря августа и в частности 3 число, это будет про душевный покой, про психическое здоровье. Будете много заниматься именно своей психикой. Добровольная изоляция, творчество в изоляции, отшельничество, отпуск, оздоровление в уединенных местах. Все это будет хорошо 1 декабря августа. Устанавливайте силы именно в этот период. В это время вы можете заниматься чем-то тайным. Тайная деятельность, работа с секретами, удаленная работа, работа из дома на дому, работа в интернете. В таком случае вряд ли вы будете работать на публику, то есть вряд ли будете показывать себя в видео. Это, скорее всего, работа без демонстрации своего лица. Можете часто много взаимодействовать с иностранцами, в том числе и работать с иностранцами, и общаться с иностранцами в интернете. Возможно, тайные связи и в негативном ключе скрытые взаимоотношения неблагожелательные 1 декабря до числа. Поэтому исключите какие-то мутные, непонятные, лживые отношения. Сразу обезоружите лжецов в вашей жизни, если таковые имеются. Потому что конфиденциальность будет для вас очень и очень важна. В целом вы будете стремиться к жизни, если не в заточении, если не в изоляции, то к домашней жизни. И публичность будет вам совсем не к лицу, вы совсем будете ее отвергать и отстранять от себя. Духовность и все, что с ней связано, божественность, психотерапия, изотерапия, музыкотерапия, все иллюзорное, от оптики до кино. Возможно, вам просто будет хотеться почаще бывать дома и устроить домашний кинотеатр для себя. Все, что связано с морем, опять-таки, если у вас есть такая территориальная, правовая и главная финансовая возможность, вы отправитесь к морю. Если нет такой возможности, будете, скорее всего, чаще пребывать где-то у воды, либо в воде, может быть, чаще будете принимать пенные ванны. Это замечательный период для всего самого загадочного, самого волшебного, поэтому и для катания, и предсказаний очень хорошее время. Первая декада вкуста подходит для обращения к астропсихологам. Если вы хотите обратиться ко мне, к астропсихологу, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь все мои контакты, здесь ход работы описан. Обращайтесь, буду рада помочь. Благодарю вас за знакомство с этой информацией. К сожалению, повторюсь еще раз, что в районе 3 августа вы можете обнаружить какого-то тайного скрытого врага. Вам будет это не очень приятно, но это к лучшему, потому что лучше знать врага в лицо, чем он останется тайным и скрытым. Такие тайные скрытые враги могут быть и вашими внутренними, душевными терзаниями. И вот кто-то вам поможет, может быть психолог, может быть астролог, он поможет выявить эти призраки, ваши сумрачные, фантастические, архаичные, какие-то надчеловеческие силы, которые вас и которые вас терзают. Могут быть проявлены, выявлены, и вы можете с ними расстаться. Для того, чтобы расставаться и отстраняться от страхов, фобий, лжецов, иллюзий, самообмана, очень хорош для этого всего период с 3 по 20 число. В это же самое время вы можете получать скрытые налог, налогонеблагаемые доходы, прибыль, деятельности тайные, деньги от работы с секретными, строго секретными материалами, с конфиденциальной информацией. Возможно, будут поступать средства из-за рубежа, денежные переводы в иностранные валюты, если вы хотите, они будут, если вы работаете над этим, чтобы такая именно валюта к вам поступала, иностранная, то да, она будет, если вы, конечно, над этим трудитесь. Может быть, вам придет благотворительная помощь и поддержка, которой вы и не ждете, над которой вы и не трудились, но чтобы это было, вам нужно быть духовно высокоразвитым человеком. В таком случае вы можете ожидать донаты. Внутри утробный достаточно период, поэтому до кого-то этот период уединения и погружения в себя, а до кого-то девушки, если вы желаете зачать ребенка, это может быть период зачатия. В любом случае вы почувствуете единение с чем-то большим, с чем-то высшим, с чем-то над и сверх, с чем-то экстра, самым-самым необычным. Затем ощутите свою слитость, соединение со всем миром и почувствуете себя оздоровившимся психически сначала, затем вы начнете заниматься своим физическим здоровьем. Для занятия физикой, физическим здоровьем больше всего подходит период с 5 по 20 число. Это замечательнейший период, чтобы избавляться от всех вредных привычек. Пожалуй, лучший в году для типичных представителей на кастяка рыбы, для тех, кто рыбы по асценденту. Также период с 5 по 20, это период для здорового образа жизни, повторюсь еще раз, для того, чтобы физическое свое здоровье подтягивать, восстанавливать здоровье, для того, чтобы обращаться к медицинским работникам, если вы сами в медицине. Да, хороший будет для вас период, будет много работы, скорее всего. Также это период подходящий для того, чтобы вы занимались самоисцелением, исцеляли не только себя, но и свое ближайшее окружение. Своих родных домочадцев, домашних животных. Может быть, вы обратитесь к ветеринару в это время, может быть, домашняя техника потребует ремонта. В целом, вы будете заниматься работой, которая привычная, обычная. Работа над собой, уход за собой, спорт, правильное питание, гигиена, здоровый сон, здоровый образ жизни. Это все будет для вас актуально. Работа по дому, будете часто проводить, может быть, важную уборку, чтобы было меньше пыли. Может быть, вы обнаружите аллергия на что-то, и вы будете избавляться, например, от старых подушек, от старого текстиля. Что-то будете делать по дому. В целом, работа, которая у вас работа, если у вас есть она, будет достаточно спокойной. Будете заниматься хорошо, будет все, по идее, тихо, спокойно. Если у вас нет работы, в таком случае ищите ее где-то за рубежом, либо в интернете. Также обратите внимание на хобби. Скорее всего, с 7-го числа до конца месяца вы сможете заработать на своем хобби, на то, что вы любите делать. В целом, с 7-го числа до конца месяца, здесь еще включается и романтическая история. То есть, с 3-го августа кульминируют все вопросы, связанные с вашей психикой. С 5-го августа включается здоровый образ жизни, а с 7-го августа включается романтика, любовь и любовь к себе, конечно, тоже. Но это хороший период для романтических отношений, повторюсь, и для зачатия, и просто для романтики, для флирта, для увлечений. С 5-го до конца августа возможно встреча с любовью, если вы одиноки, возможно возобновление романтических чувств отношений, если вы в паре. Если у вас есть дети, то это будет про них. И 2-я и 3-я декады месяца про детства, про детей, про детско-разильские отношения, про любовь у детей. Если у вас дети взрослые, то может быть у них свадьба, любовь, первый интимный контакт и что-то еще в этом роде. Также 2-я декада месяца это про спортивные творческие соревнования и состязания, как у вас, так и у ваших детей, если они у вас есть. Ваши возлюбленные тоже могут принять участие в каком-то шоу, в каком-то розыгрыше и выиграть его. Это период для творческих и спортивных состязаний, соревнований, а также для занятий просто, не только для соревнований, но и для занятий творчеством, спортом. Увлечение и заработок на хобби будут идти на ура во вторую декаду месяца. Также малый бизнес, любительское частное предприятие, любимое дело может приносить вам деньги. Поэтому, если вы хотите на чем-то заработать, то седьмого до конца месяца вы можете работать на своем любимом деле, на хобби. Бизнес, основанный на любви, выросший из увлечений чем-то либо кем-то будет на ура. Совместность с любимым человеком или детьми, бизнес или просто дело, разовое мероприятие тоже может принести вам деньги. Выступление на открытой сцене, театральность, демонстративность, яркость, смелость, радость. Умение создавать праздник. Вот то, что будет приносить вам деньги. И, возможно, вы полноценно реализуете себя как творец, как создатель. Создательное творчество – это то, что вы захотите проявить во второй декаде месяца. 14, 15, 16 числа августа – это самые опасные числа в этом месяце, потому что нежелательно перемещаться. Летать по воздуху крайне опасно. Также летать по дорогам крайне опасно. Лихачи на дорогах очень будут опасны. 14, 15, 16 августа повышена, к сожалению, аварийность. Прежде всего на воздушных дорогах, а во вторую очередь на реальных дорогах, на шоссе, на трассах, на скоростных трассах вообще не рекомендую бывать. В идеале отложите любые путешествия, даже недалеко, даже ненадолго, даже по городу, даже в общественном транспорте. Я вам не рекомендую быть 14, 15, 16 августа. Этот прогноз называется «План прогноз», чтобы вы заранее для себя записали в календариках, что делать, а что не делать. Предупреждаю заранее, особенно для тех, кто рыбы по асценденту, нежелательно куда-то перемещаться. 14, 15, 16 августа этот день лучше быть дома. Максимум сходите к соседям в гости, если вам очень захочется общения. Скорее всего вам захочется, будет хотеться общения, взаимосвязи, взаимодействия с кем-то. В районе 14, 15, 16 августа и во вторую декаду августа в целом, вам будет хотеться дружбы, близкого родства, соседства, контакты, коммуникации. Это то, что будет требовать вашего повышенного внимания. Вы захотите объединиться с кем-то по интересам, захотите, скорее всего, средства связи обновить, поменять. Может быть, к вам вернется какая-то старая связь, старое знакомство через интернет в том числе. Либо кто-то вам приедет в гости, например, брат, сестра, дядя, тетя в это время. Недалекие поездки по делам, возможные в вторую декаду месяца, но повторюсь еще раз, 14, 15, 16 не подходят. Можете получить знания, умения и навыки новые. Вторая декада месяца подходит для обучения вождению. Еще раз повторюсь, если у вас есть такая возможность, то не нужно сдавать на права 14, 15, 16. Неподходящий день вряд ли получится у вас что-то. Получение и передача новостей информации в вторую декаду месяца, все, что связано с транспортом, также все, что связано с документами. Могут подойти документы к 15 числу. В районе 15 числа может барахлить техника и автомобили, и телефоны, и вся другая техника, в том числе домашняя. Поэтому будьте осторожны, осмотрительны, особенно с электрикой, электроникой. 14, 15, 16 августа лучше не нужно часто взаимодействовать в принципе с электричеством. Жечь электричество не стоит лишний раз, и включать слишком много электроприборов в доме тоже не рекомендую в это время. Вторая декада августа подходит к тому, чтобы давать и брать интервью, вести переговоры, заключать договоренности. Также это прекрасный период для знакомств. Могут возвращаться бывшие связи и бывшие знакомые. Вы будете вторую декаду месяца общительны, подвижны, юны, легки, жизнерадостны и в некоторой степени поверхностны. В хорошем значении этого слова вот такая легкость бытия будет вам присуща. Много знакомств, много связей, много общения, много работ над собой вторую декаду месяца. А третья декада месяца это про партнерство. Третья декада месяца наиболее будет благоприятна для тех из вас, кто нацелен на супружество, на замужество, кто хочет создать крепкий союз любовный, также для тех, кто хочет создать крепкий союз деловой. Если вы без работы, то скорее всего вы найдете работу и поступите уже на службу к 19 августа. 19 августа на Новолуния в вашем символическом шестом доме возможно, что вас примут на работу после собеседований долгих продолжительных. После конкурса вы можете выиграть конкурс, например, на занятие какой-то должности. Здесь вы можете подписать трудовой договор 19-20. Также вы можете подписать трудовой контракт, служебный контракт 19-20. В то же самое время кто-то из вас подпишет брачное соглашение, поставит подпись в ЗАГСе 19-20 и дальше, декаду месяца, подходящий период для партнерских союзов, для пар, если вы уже в паре, хорошее просто будет время для вас, для дружбы, для деловых соглашений, для трудовых договоров, для трудовых контрактов, для первого официального брака, для росписи в ЗАГСе, даже если не первый, для официального супружества. Будете много взаимодействовать с супругом, с супругой, официальными, неофициальными, друзьями. Друзьями, к сожалению, может быть обнаружен враг. Ну, в таком случае хорошо, вы хотя бы его узнаете в лицо, еще раз повторюсь, весь месяц про то, что вы обнаруживаете врагов и физических в виде людей, и внутренних в виде страхов. Это хорошо, имейте возможность поработать над этим, работайте. В это время вы можете обратиться к консультанту, еще раз повторюсь, месяц подходит просто идеально для того, чтобы где-то консультироваться у психолога, у астролога, у медика, у юриста. Если вы сами психолог, астролог, медик, у юрист, будет много клиентов. Клиентская база, новая клиентская база, новые клиенты с 20 августа и дальше. Возможно, судебные разбирательства подойдут к концу, после 20 августа, может быть, наконец-то все решится, в районе 19 числа. Возможно, наконец-то разрешатся судебные споры, либо споры, которые были не в суде, может быть, у вас просто какой-то конфликт был, и, наконец-то, он исчерпает себя к 19 августа. Я вам крайне не рекомендую конфликтовать и подавать иски в суд после 20 августа. Если вы хотите избавиться от разборок, то делайте это до 20 августа и дальше избавляйтесь. Впервые для того, чтобы подавать иск в суд, лучше не нужно после 20 числа. Как раз-таки лучше заканчивать все эти дела 19-20 августа и дальше. До конца августа уже дружить, а не враждовать со всеми людьми, которые вас окружают. Благодарю вас за подписку на мой канал, за лайки, за то, что делитесь этим видео, за то, что смотрите рекламу без пропуска. Желаю вам всего доброго, всех благ, всего доброго. Продолжение следует...